Здравствуйте, наши дорогие зрители! На днях на одном из каналов Ютуба появилось сообщение якобы от коллектива телеканала 1612. Кто его слепил, нам, увы, неизвестно. Но мастера те еще. Наши журналисты просто не способны сделать сюжет такого низкого профессионального уровня. Говорилось в этом сообщении о разных грустных вещах, в том числе и о том, что все мы якобы увольняемся. Начиналось оно почти так же, как все наши сюжеты. Мы творческая группа информационного интернет-канала 1612 с 29 апреля 2014 года, то есть с сегодняшнего дня, сворачиваем работу в эфире. Первая хорошая новость – никакую работу в эфире мы не сворачиваем, потому что мы ее и не разворачивали. Авторы ролика, видимо, не понимают принципиальной разницы между эфирным вещанием и интернет-каналом. Тщательнее надо готовиться, ребята. А из-за чего же, собственно, мы прекращаем наше вещание? Причина в том, что канал КПлюс после преобразования в интернет-канал 1612 почти в два раза урезал нашу зарплату. Вот ведь, а! А мы-то и не знали. Проблема в том, что мы не в курсе о том, какие зарплаты были на телеканале КПлюс. И самый большой сюрприз для нас – то, что мы, оказывается, были из него преобразованы. Открою вам тайну. На самом деле мы – интернет-версия сразу нескольких каналов, а именно Хабара, Астаны, Седьмого канала и КТК. Теперь их логотипы всегда будут на нашем экране. Следующий кусок послания мне особенно понравился. Раньше средний журналист в редакции получал на руки 250 тысяч тенге в месяц. После реформ получает 90 тысяч тенге. А на прошлой неделе мы получили извещение о том, что зарплата всех сотрудников канала сокращается еще на 30%. Начальство никак не комментирует эти изменения. У меня сразу несколько вопросов. Кто такой средний журналист? Почему именно 250 тысяч тенге? И какое отношение этот видеоряд имеет к нам и нашему начальству? Посмотрим еще раз. Раньше средний журналист в редакции получал на руки 250 тысяч тенге в месяц. После реформ получает 90 тысяч тенге. А на прошлой неделе мы получили извещение о том, что зарплата всех сотрудников канала сокращается еще на 30%. Начальство никак не комментирует эти изменения. Ай-яй-яй-яй-яй! И откуда же у нас все эти проблемы? А вот откуда! Мы предполагаем, что это следствие истощения финансовых активов Мухтара Аблязова, основного спонсора интернет-канала 1612. Да и господин Храпунов не выполнил своего обещания нам финансово помочь. И тут промахнулись наши клоны или клоуны. У нас куда более серьезные покровители и спонсоры. Это прекрасные ребята. Нам нравится, как они работают, поэтому мы посылаем им переводы до востребования. Да классный телеканал, я его всегда бачу. Ну и трошки помогаем, конечно. Сало там, горилка. Я в прошлом месяце нескольким людям с этого канала положила денег на телефон. А как им жить без телефонов? Страна у нас небогатая, сами знаете. Но мы всегда заправдываемся такое. Шалкет, короче. Сказать по правде, надоело комментировать чушь, которую слепили неизвестно кто. В конце этого нашего ответа Чемберлену мы прикрепили полную версию этого замечательного ролика. Если не видели, посмотрите. А заодно оцените, до какой низости и лжи опускаются те, кому новости без цензуры как кость в горле. Мы продолжаем свою работу и благодарны вам, наши зрители, и вам, злопыхатели. Ваше внимание для нас очень важно. Увидимся. Мы, творческая группа информационного интернет-канала «1612», с 29 апреля 2014 года, то есть с сегодняшнего дня, сворачиваем работу в эфире. Главная причина в том, что канал КПлюс после преобразования в интернет-канал «1612» почти в два раза урезал нашу зарплату. Раньше средний журналист в редакции получал на руки 250 тысяч тенге в месяц. После реформ получает 90 тысяч тенге. А на прошлой неделе мы получили извещение о том, что зарплата всех сотрудников канала сокращается еще на 30%. Начальство никак не комментирует эти изменения. Однако мы предполагаем, что это следствие истощения финансовых активов Мухтара Облязова, основного спонсора интернет-канала «1612». Да и господин Храпунов не выполнил своего обещания нам финансово помочь. На работе ужасная атмосфера. Честно говоря, мы шли на эту работу не из идейных побуждений, а ради высоких надбавок. Потому что и вы хорошо осведомлены, что правда Облязова работает не на благо Родины, а ради политики превращения себя в политического изгоя. Как бы мы не презирали себя на этой работе, но благодаря этому мы обеспечивали свои семьи, кормили своих детей. Теперь рухнула и эта мотивация. Поэтому с сегодняшнего дня творческая группа информационного интернет-канала «1612» не выходит на работу. Официально заявляем, мы увольняемся.